Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 октября. Житие святого апостола Иакова Алфеева. Святой апостол Иаков был сыном Алфея, братом апостола, евангелистом Алфея, прежде бывшего мытарем. Когда Господь наш Иисус Христос, пребывая на земле в Апосте, избрал в достоинство апостольское простых и благочестивых людей, чтобы послать их на проповедь Евангелия во Вселенную, Тогда избрал он этого Иакова и как достойного притерывал к апостольскому липу. И стал Иаков одним из числа двенадцати апостолов, самовидцем и слугою Христовым, проповедником его тайн и его последователем. Приняв с другими апостолами Духа Святого Сошедшего на них в огненных языках, он отправился к язычникам проповедовать Христа и наставлять заблудших на путь спасения. Разжегшись огнем ревности божественной, он попалял тернии безбожие, сокрушал идолов, храмы их разорял, врачевал различные недуги, обгонял от людей духов лукавых и многое-множество людей привел к Христу, через что приобрел себе и новое имя – семя божественное. Ибо он насеял в сердцах человеческих Божие Слово, насладил веру и возрастил благочестие. Ради этого он и был наименован божественным семенем. Обходя многие страны, он сеял в семя небесное, собирал жатву спасения человеческого и окончил земное течение свое Христовыми стопами. Будучи подражателем Христовых страданий, он предал Дух Богу, пригвожденным на кресте. Когда апостол Яков Алфеев совершал апостольское служение сначала в Иудее, потом сопутствовал апостолу Андрею, первозванному, в Эдессу, Эдессу – нынешний орфон, проповедовал учения Христа в Газе во времена апостольские, или в Форполе, город Южной Палестины, и сопредельных им местах, откуда отправился в Египет. И здесь, в городе Астрацини, Приморский город, на границе с Палестиною, запечатлел апостольские труды своей мученической смертью на кресте. И было собрано это божественное семя, святой Яков, с плодами, принесенными старицею в небесную житницу. Там, насыщаясь сам видением лица Божия, Он и для нас ходатайствует своими молитвами о том же насыщении. Слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь! Продолжение следует...